Минск В поддержку Светланы Тихановской в качестве потенциального президента, в поддержку Виктора Бабарико. Сегодня здесь вновь люди. Вот это живая цепь, но это уже не в поддержку кого-либо, это уже против, против полицейского насилия. Это женский день сегодня, да? Не 8 марта, но женский. Почему? Потому что мужчин ночами бьют, их обвиняют в том, что мы здесь все наркоманы и аморалы, поэтому у нас мирный протест. Я выходила на все митинги, они нас просто убивают, они стреляют пулями, они убивают, они не хватают взрослых, они хватают детей. А дети наши самые горячие, вы сами знаете, они идут все время вперед. Нас стреляли резиновыми пулями, гранатами на расстоянии 10 метров, люди не совсем в адекватном состоянии, но в форме. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Верим можем! Вера можем! Вера можем! Верим можем! Вера можем! Вера можем! Вера можем! Почему здесь? Потому что хотим перемен, свержения Александра Григорьевича. Ну за правду. Да, за справедливые выборы. Наших мужчин, не знаю, братьев, маленьких детей сбивают на улицах. Мы приехали сюда, женщины, с надеждой, что нас не тронут. Но уже поговаривают, выехали ОМОН и возможно нас сейчас будет паковать. Поэтому, ну мы готовы на все, надеемся, что нас не тронут. Страшно? Ну страшно, но мы боялись 26 лет, это просто невозможно больше терпеть. Уже не страшно. Будет гораздо страшнее, если украдут еще и будущее наших будущих поколений. Эта акция началась сегодня в 11 часов утра. Сейчас половина первого. И это своего рода нынешний белорусский рекорд. Анти-Лукашенковская протестная акция. Люди стоят, не скрываясь, на площади два с половиной часа. Автомобилисты, проезжая мимо тысячи машин, это важная напряженная трасса, сигналят. И ОМОН терпеть. Ну что ж, это, наверное, хороший знак. Все-таки, значит, есть какие-то вещи, которые здешнюю полицию еще могут сдерживать. Видимо, они решили, что издержки от разгона женского митинга окажутся для них все-таки слишком большими по сравнению с возможными бонусами. Люди стоим, не боимся. Нас пугают, хотят запугать, но не запугают. А может, они просто спят? Живи, Беларусь. Ночью они гоняли мужиков, а с утра вышли женщины. Попусть только попробуют. Живи, Беларусь. Перем можем, пера можем. Перем можем, пера можем. Мы не знаем даже, как друг друга зовут, но мы одни, нас объединяет одно, одна цель. Нами движет, нами движет свобода, свобода. Мы за честные выборы. Цепочка становится все длиннее, люди уходят все дальше от Комаровской площади. Сегодня женский день в Минске? Не только женский. Сегодня день всех белорусов, как и вчера, как и позавчера, и как уже довольно давно. И я думаю, что нас с каждым днем должно, не должно, вернее, будет становиться все больше. И это очень радует, потому что мы видим, как объединяется народ, и это очень круто. Очень круто. Я не знаю, как на такое мое высказывание отреагируют люди в свете современного феминистического движения, но, на мой взгляд, я сейчас присутствую, вот, смотрите, смотрите, я сейчас присутствую на самом красивом митинге в своей жизни. Ей-богу. Цветы и женщины. Это люди в штатском, представители вот той самой, представители той самой силы, которая по ночам так жестоко разгоняет мирные, даже не митинги, просто выходы людей на улицу, выйти вот так, как здесь сейчас, постоять и получить резиновой пулей в грузь. То, что происходит здесь по ночам, как это можно назвать? Война. Беларуси не знают слова «свобода», понимаете? Беларуси знают слово «страх». Сейчас этот страх ломается? Сейчас этого страха уже нет. У нас может быть новая, настоящая, хорошая, свободная жизнь. Все эти дни с момента выборов, как начались все эти протесты, протестующие, люди выходят без оружия. Нас бьют за то, что мы просто хотим, чтобы наш голос был услышан. И все. Что пенсионеры хорошо живут, дети хорошо, что наши дети видят? Что предстоит им видеть? Раньше мы хоть что-то видели и имели, а теперь мы что имеем? Ничего. С чем это связано? Или с кем? С царем. С нашим. С батьком. И с нашим. Спасибо, Алексей. Табаровский лозунг «Долой царя» какой-то очень универсальный. Долой царя. Если полиция не винтит участников акций протеста, это не значит, что она бездействует. Перекрыли движение на дороге, которая проходила рядом. Движение исчезло, клаксонить стало некому, поддержки стало меньше. В результате люди решили перейти на другое место. А знаете, какое со стороны впечатление издалека смотришь? Толпа нарядно одетых людей с цветами. Первомайская демонстрация. Эй, день учителя. У нас еще была такая версия. Глядя на нас, выйдут все женщины. И пусть он опозорится Лукашенко перед всеми женщинами. Против кого он ведет? Против матерей, которые вырастили детей этой страны. Помогут цветы. Все выйдут с нашими цветами. С такими же цветами, как мы. А позади-то был, оказывается, оружейный киоск. Оружейка мирного белорусского протеста. Перекрыв автомобильное движение на Комаровке, полиция из тоненькой цепочки стационарного митинга сделала внушительное, внушительное шерстье. Причем яркое, как минимум, в своей необычности. Когда идут сотни женщин. И размахивание трансфорантами. А цветами это невозможно не заметить, невозможно проигнорировать. Спасибо большое. Стоят гарны, такие хлопцы, аплодируют женщинам, девушкам, которые мимо идут. С каким чувством аплодисменты? Что вы в них вкладывали? Гордость. За каждого, кто сегодня преодолевает свой страх. Меня уже уволят через пару дней. Я учитель музыки из детской музыкальной школы. Мне уже сказали, что государственные учреждения должны иметь четко вывернную и идеологическую направленность. Не знаю, что будет со мной, но я не могу молчать. Почему? Потому что мой голос не учтен. Потому что мой кандидат сидит в тюрьме. Потому что нагло и цинично сфальсфицированы все результаты выборов. И еще не избивают и бьют наших всех детей. И всю нашу молодежь, будущее нашей Беларуси. И нас пытаются опять в советское пространство развернуть и жить за вколами мыслями. Живи, Беларусь! Пошли, пошли, пошли! Пошли! Пошли, стань! Пошли! 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 Для города, в котором, по сути дела, введен комендантский час. Для города, где ночью реально на каждом перекрестке стоят патрули, часто даже патрули с собаками. А в городе, где во время безжалостного, с применением оружия, разгона мирных демонстраций, уже погибло как минимум 3 человека, вот этот вот марш, необычайно важен, это необычайно моральная поддержка. Страшно. Страшно, что не выйдут. Страшно, что когда ты выходишь, а тут взрывают, тут стреляют, что ты окажешься один. А когда с тобой твоя мама, когда с тобой твоя девушка? Спасибо им. Спасибо им. А вам доводилось бывать на столь прекрасных митингах, на столь красивых, замечательных, уникальных, неповторимых, а? И каково потом сесть на диван и забояться? А? Честно говоря, женское коварство. Вышли они. А куда теперь деваться мужикам? Выходите, ничего не бойтесь! Выходите! Выходите! Женщины за мир! Выходите! За свободу мыслей, действий и за… я не знаю, я растерялась. А вы скажите, как есть, без лозунгов. Уважаемый Александр Григорьевич, может, пора бы уже, может, хватит людям не давать жить, врать вовсю. Уже честно, тошнит. Я, если честно, боюсь разбить дома телевизоров от несправедливости по белорусским каналам, купленным вами. Потому что вся правда происходит вот здесь, на улицах. И поверьте, Александр Григорьевич, все будет так, как народ решил, а не так, как один. Спасибо. Я передам. Да? Александр Григорьевич, ему доложит. О, шли мы шли и пришли на знакомое место. Это вот здесь стояла та баррикада, которую разносили водометами. Это вот оттуда пришел ОМОН, куда нету вон, в тех кустах приходилось мне спасаться. Здесь, как потом оказалось, строили четыре баррикады. И сюда вновь пришли люди. Мы за мир. А вот это уже вызов. А вот это уже вызов. Полиция много раз жестоко, не жалея патронов, разгоняла здесь людей, которые точно так же выходили и стояли вот на этой самой брусчатке. Они сейчас должны либо повторить это и доказать, что да, в самом деле здесь нельзя стоять людям. Но тогда им придется разгонять мирный женский митинг. Или они должны будут промолчать, что они скорее всего сделают, а тем самым подтвердят, что и прежние разгоны здесь были необоснованы. Почему они сегодня такие молчаливые? Я не думаю, что они молчаливые. Я думаю, что это мы слишком громкие. И это тоже вызов. Потому что сейчас люди долгим, кружным путем, какими-то узкими улочками вышли на проспект независимости. Независимости. Священная для современной власти улица. Именно его в первую очередь всегда перекрывали. Именно на этом проспекте, ну там, там. Президенция Лукашенко основная. Именно на этом проспекте здание ФСБ. Именно на этом проспекте происходит всегда все самое главное. И сейчас сюда пришли эти люди. АПЛОДИСМЕНТЫ Население Минска чуть меньше двух миллионов. Примерно три с половиной Хаваровска. Людей же сейчас в этом шествии в разы меньше, чем выходит в эти дни в Хаваровске. Но давайте не забывать, насколько Беларусь с точки зрения полицейщины сильно отличается даже от России. Стрельба, канонада, зарево взрывов. Вот так выглядят три последних ночи в Минске. Десятки раненых. Сотни людей задержаны. Автозаки, которые приезжают крутить даже тех людей, которые приходят к следственному изолятору, чтобы найти там своих родных. И как минимум трое погибших, но кажется больше. Так что даже эти несколько тысяч сейчас это огромный прорыв. И то, что полиция не посмела сейчас людей разгонять, это тоже говорит о многом. Минута молчания на памятнике. Минута молчания на памятнике. Ага. Оказывается, конечной точкой этого маршрута оказался мемориал Победы. Вечный огонь. Вот эти цветы, с которыми люди шли, они сейчас возлагают к вечному огню. Да простят меня, может быть, за некоторую сухость в отношении классических символов памяти, еще советского происхождения. Но то, что сейчас сделали здесь люди, это очень умно. Потому как люди сейчас оказались защищены дважды. Дважды символической защитой. Во-первых, это женщины. Нельзя бить матерей, детей и жен. Нельзя, это женщины. Во-вторых, как можно бить тех, кто приходит к вечному огню, главному постсоветскому символу. Это Площадь Победы, Победы в Великой Отечественной войне. И любой человек, который сейчас поднимает руку вот на них, он поднимает руку вот на это. Символы бывают сильнее оружия. На этом прощаюсь. Я Алексей Романов. Минск, Беларусь, Площадь Победы. Не забудьте подписаться на канал. Россия будет свободна, Беларусь будет свободна. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова